Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас в великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприщи на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Некоторым из вас, вернувшись с конференции, нужно взять те обстоятельства, в которых вы находитесь, и попытаться найти покой в Боге. Это непростое занятие. Потому что наши эмоции порой сильнее, наши чувства порой сильнее. Это все захлестывает, это все наворачивает, это начинает гнать нас, это начинает заставлять нас принимать какие-то решения. Это заставляет нас пытаться как-то своими силами, своими усилиями исправить ситуацию. Оказывается, вот в этих обстоятельствах, все, что поможет тебе войти в его покой, в его святое присутствие. Иаков в этом путешествии веры, в этом путешествии жизни получает что-то большее, чем просто желание родителей получить хорошую жену, получить хорошее образование. Вы знаете, что он долго учился, он 7 лет в университет заканчивал за одну жену, потом 7 лет за другую жену, у него там университет жизни был нормальный, как в тюрьме сидел, знаете. И чтобы устоять вот в этом университете жизни, когда жизнь будет тебя пытаться чему-то научиться, тебе нужно научиться доверять Господу свое настоящее будущее, которое превыше всякого ума, которое превыше всякой логики, которое превыше всякого понимания вещей. И в это время Писание говорит, что Иаков вложит голову на камень, и Бог приходит именно в его обстоятельства. Послушайте, не в отцовском доме, не в доме Лавана, когда он пришел туда, и он встретил одну из самых красивых девушек, а на пути в неизвестность Бог приходит, и Он ему дает ориентир на всю его жизнь. И ориентир его не является в том, что у тебя будет семья, у тебя будет работа, у тебя будет достаток, у тебя будет еще что-то, а приходит Бог и говорит, я буду Богом всей твоей жизни. И я покажу тебе важную ценность твоей жизни, куда ты идешь, и для чего ты живешь. И Бог начинает ему показывать лестницу Иакова. И Бог ему начинает показывать дорогу в небо. И Бог начинает показывать ему какие-то более важные, более ценные вещи, чем то, что мы примитивно, искренне воспринимаем в своей жизни. Потому что мы думаем, что если мы правильно женимся, мы будем счастливы. Если мы получим хорошее образование, у нас будет все хорошо. Если у нас служится в работе, у нас будет все так, как мы хотим. Но жизнь, она дает свои коррективы. И порой ты чувствуешь себя сосудом сокрушенным, именно на пути к тому, о чем ты мечтаешь и думаешь. И в это время приходит время разочарования, уныния. И некоторые уходят от Бога, потому что я две недели молюсь, я, может быть, два месяца ожидаю, я, может быть, ставлю для себя какие-то пределы. И это не наступает. Но мы должны понять одну простую истину. Наше бытие, наше рождение, пребывание на этой земле, все, что, куда бы мы ни шли, чтобы не делали, оно должно закончиться восхождением нашим на небеса, в его святое присутствие. Вот в этом есть замысел Бога для твоей жизни. Не важно, что сегодня камень под головой. Важно получить это откровение, которое получает Иаков. Смотрите, 28 глава. Встань, поди в Месопотамию, в дом Вафаила, отца, матери твоей, возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата, матери твоей. Бог же всемогущий, да благослови тебя, да расплоди тебя и да размножи тебя, да будет он от тебя множество народов. И даст тебе благословение Авраама и тебе потомство твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю состранствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Якова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафаила, раминянина, и брату Ревеки, матери Якова и Исаак. Исаак увидел, что Исаак благословил Якова, благословляя, послал его Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедовал ему и сказал, не бери жены из дома Ханаанских. И что Яков послушался отца своей, матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исаак, что дочери Ханские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исаак к Измаилу, и взял в себя жену Махавилу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наванурову, сверх других жен своих. И Яков же вышел из Версавии, и пошел в Харам, и пришел на одно место, и остался там ночевать. И потом зашло солнце, и взял один из камней из того места, и положил себе изголовье, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и вверх его касается небо, и вот ангелы Божьи. И вот Господь стоит на ней, и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца Твой, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню. И благословится в Тебе, в семени Твоем, все племена земные. И вот я с Тобой, я сохраню Тебя, везде, куда ты не пойдешь. И возвращу Тебя в всю землю, ибо я не оставлю, доколе не исполнится того, что я сказал Тебе. Яков пробудился от сна, сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я и не знал. И убоялся, и сказал, как страшно себе место. Это не иное, как дом Божий, это врата небесные. Встал Яковра наутром, взял камень, который положил себе изголовье, поставил его памятником, и возил его, или наверх его, и нарек имя тому места Вифили. А прежнее имя тому городу было Луз. И положил Якова в обед, сказал себе, Бог будет со мной, сохранит меня в пути всем, которые я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться. Я в мире возвращусь в дом отца своего, и будет Господь моим Богом. В этот камень, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим из всего, что ты, Боже, даруешь мне, дам тебе десятую часть. Интересно, Исам услышал, что отцу не нравится, чтобы он женился в этой местности. Что он делает? Он идет в бунте своем, и наоборот, еще берет себе это обживание. А Яков прислушивается к отцу, идет в неизвестность, и Бог его встречает. Знаете, у нас есть два пути. Один путь бунтовать против родителей, против Бога, против церкви, против здравости, всего угодно. Делать, как мы хотим. Но когда мы смотрим историю, об Исаме ничего не слышно. А Яков стал самым упоминаемым персонажем Библии за всю историю. Ни Иисус, ни Давид, ни Авраам столько не упоминается в Библии раз, сколько Яков упоминается. Как же ты так нашел благоволение в очах Господнем, с твоими дефектами в характере, с твоим хитростью, с твоим лукавством, с твоей вот этой несправедливостью. Ну, вообще, ты такой парень, проблема для всей семьи. Мамка боится, чтобы тебя не убили. Папка боится, чтобы тебя брат не привил. Вообще боится за твою женитьбу. За все боится. Но что-то Бог начинает делать с ним. Бог начинает говорить с ним. Не в доме Отца, а на пути. Когда он один. Когда ему непросто. Когда ему тяжело. Когда неизвестность. Знаете, все, что сохранило Якова в его жизни, при множестве несправедливости, нечестном отношении в бизнесе, проблемах в отношениях с родными, с братом. Все, что помогло ему. Отношения с Богом. Поэтому однажды, когда он проходит через Ярудан, и он борется с кем-то, он понимает, что Бог пришел. Он охватился за Бога. И говорит, пока не бласа вишни отпущу. И не важно, что я буду после этого хромать. И не важно, что... Я не буду выглядеть, может быть, так красиво и молодо. Но важно, чтобы Бог не перестал быть моим Богом. Я готов заплатить свою цену. Но я хочу Твое благословение. Все, чему я научился, когда я прохожу через моменты сокрушения. Пути, которые ты не можешь контролировать, обстоятельств, с которыми ты не можешь направлять их. В это время, когда твои ноги не чувствуют уже землю, хватайся за Иисуса и держись за Него. Когда твой разум не понимает, что происходит, хватайся за Иисуса и держись Его. Когда твои планы рушатся, хватайся за Иисуса и держись Его. Все, что поможет тебе в жизни, это откровение о Господе Иисусе Христе, который есть Спаситель неба и земли, Бог твой, который записал твое имя в дню жизни. Он тот, который даст тебе успех. Он тот, который проведет тебя через сокрушение и построит тебя, и не позволит тебе быть сокрушенным, а построит тебя, и сделает тебя сосудом, который Он будет использовать для своей славы. Я научился жить, как апостол Павел говорит, в скудости и в достатке, в изобилии и в сложных обстоятельствах жизни. Я научился доверять Богу. Мое желание и мое пожелание сегодня вам, молодым людям, придите туда, куда Бог хочет вас привезти. Иаков имел недостатки, он не был идеальным человеком, но Бог помог ему стать тем, кем он стал в истории человечества. Вы сегодня не идеальны. Вы лучше знаете свою жизнь, вы лучше знаете свои проблемы, вы лучше знаете свои вызовы, вы лучше знаете все, что у вас есть. Правильно и неправильно. Как бы вам сегодня не было трудно от кого-то или от самого себя. Мы странные люди, мы иногда мучаемся от кого-то, иногда мучаемся от самих себя. Сами себе задумываем вопрос, что я такой бедовый, несчастный, как магнит притягиваешь все время какие-то проблемы. Вот в это время не искать виноватых, не искать, кто будет причиной твоих бед. Потому что часто мы думаем это родители, часто это мои братья-сестры, часто это церковь, часто это еще кто-то, друзья, часто это партнеры. Научись доверять ему. Послушайте, скольким из нас нужно научиться в обстоятельствах нашей жизни, тогда, когда мы чувствуем себя сокрушенными, тогда, когда мы на пути к сокрушению, тогда, когда мы уже были сокрушены, получить это откровение о Боге, о небе. Мне так нравится, знаете, вот проснулся на ровном месте и ставит камень и говорит, дом Господен. Был город Луз, для лузеров, знаете, а теперь город Вифиль, дом Господен. Вчера я не имел никакой перспективы, а сегодня у меня есть перспектива. А где она открылась у тебя? Она в доме Господнем открылась, потому что Вифиль, дом Господен. Представляете, Иоанн называет это место, место трудностей, место переживаний, место опасности, он называет это домом Господнем. Он называет это Вифилью. Для некоторых из нас, знаете, стало дискомфортным быть в церкви, потому что Божье Слово режет нас вдоль и поперек. И мы чувствуем себя несчастными, и мы даже ищем, где бы найти проповедника, который бы нас похвалил, сказал, что вот только все хорошо, Бог добрый, Он тебя любит, Он тебя все прощает, Он тебя вмещает. Живи как хочешь, Бог тебя не оставит. Приходишь, а тебе пастор открывает Библию, поступающую и так в Царство Божьем не наследует. И мама, родная, да что ты будешь делать? Лучше бы я в это воскресенье церковь не шел. А в этой церкви не чувствую я счастливым, а Бог говорит, успокойся. 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 Я хочу поговорить с тобой. Вот в этом месте, где ты себя чувствуешь таким несчастным, я говорю, хочу поговорить о твоем счастье. Скажите, разве обстоятельства жизни якого изменились, когда Бог посетил его? Разве он проснулся, была уже пуховая перина, теплое одеяло, укрытое его? Нет. Страх Божий не шел. Он начал становиться качественно другим человеком. Он уже не смотрит на обстоятельства жизни, что в пустыне, он не смотрит, что брат убить его хочет, он не смотрит, что камень под головой. Он говорит, это место, где сам Бог пребывает. Страх Божий приходит. И в это время, представляете, когда он в лузе, когда он в нулях, что он делает? Он начинает приносить обеты Богу. Бог. Я буду зарабатывать, я буду жертвовать. Я буду давать Господь. Кто-то бы стал со стороны, смеялся. Яков, у тебя ничего нет, у тебя камень под головой, ты вообще смешной, странный человек. О чем ты говоришь? Что ты можешь дать? То, что на тебе может снять, оставь, иди голый по этой жизни. А Яков переживает Бога. И нету никакого учения о десятине, нету никаких там проповедников, которые меня каждое воскресенье вдохновляют. У меня нету учения никаких вопросов в жизни. У меня есть один вопрос. Господи, я хочу служить Тебе, я хочу давать Тебе, я хочу, Господь, принимать участие. Вот это Бог оценил, представляете? Многие из нас, мы идем от обратного. Бог, если Ты благословишь меня, у меня будет все хорошо, Господь. Вот если вы, я помню, я такой был, студент библейской школы. стоим на последние деньги с одним братом, вам известным, Павелом Анатольевичем, покупаем лотерею, миллион выиграть планируем. Планируем, сколько отдадим церковь. Последнее отдаем. Расстались с последним, так ничего не получили. Многие из нас, мы хотим давать Богу тогда, когда у нас будет много. А Бог хочет, чтобы ты отдал свою жизнь, свое сердце Ему и вошел на другой уровень отношений. Вот в этом лузе Иаков переживает качественно другие отношения. Он становится другой. Мое пожелание для вас, молодых, куда бы вас родители не послали, и где бы вы не были сегодня в своем путешествии веры, я хотел бы, чтобы, когда вы вернетесь с этого места, вы стали качественно другими людьми. Не бойтесь быть сокрушенными. Бог знает, что Он делает в нашей жизни. Доверьтесь Ему. Если вы хотите достичь великого в своей жизни, будьте готовы к сокрушению великого. чем больше будет твой взор к чему-то великому, тем будет страшнее и темнее ночь, и тверже будет камень под твоей головой. Но это время понять смысл твоего бытия на этой земле. Для чего ты живешь, куда ты идешь, и что Бог хочет от тебя. Ничто не оказывало влияния на мою жизнь больше, чем состояние сокрушенного сосуда, потому что в это время Бог, голос Божий очень громко звучит в твоей жизни. Потому что в это время недостаток твой говорит, не здоровье твое говорит, не окружение твое говорит, не люди, которые любят тебя, говорят, а в это время Бог начинает говорить с тобой. И Он говорит с тобой о серьезных вещах. Вы поколение людей, которые окажете влияние, намного больше, чем мы оказали. Вы поколение людей, которые освободите многих измученных, на свободу выпустите их, узников освободите, пленным дадите свободу, людям, которые во тьме находятся, вы увидите их на свет, больных исцелите, с окруженных сердцем исцелите, одержимых освободите. И все, что вам нужно, это невидимый успех, забота и любви ваших родителей, а это путешествие веры с Богом по жизни, куда бы ты ни пошел, вот когда ты пойдешь Его путем, Он позаботится каждому вне твоей жизни. И не важно, сколько будет несправедливости, не важно, сколько будет боли, не важно, сколько будет обид, важно, что Бог не перестанет быть Богом твоей жизни. И жизнь Иакова, она доказывает, что не путь бунта против Его Слова, а путь послушания открывает перспективы. Богом в жизни. Я хочу пожелать вам, чтобы 17 главы Иоанна стал путеводителем в этом году для вас. чтобы когда вы вернулись домой чтобы вы за этот год прочитали Библию чтобы вы открывали Божье Слово каждый день и пусть голос Бога будет намного громче чем голос тех, которые нас любят чем голос тех, которые нам что-то советуют которые льстят нам пусть Божье Слово говорит нашу жизнь пусть оно формирует непоколебимые основания потому что только в Боге успокоится твоя душа только в Боге есть твой успех только в Боге есть залог успеха и благословения во всех сферах твоей жизни я хочу просто пожелать вам откройте себя для Бога откройте себя для Бога чтобы Божий страх пришел в вашу жизнь чтобы почитание Бога пришло в вашу жизнь чтобы понимание цели в жизни пришло чтобы откровение Бога пришло и вы видите великую Слову Божию что Бог имеет большие планы для вас у Бога есть большие планы для вас давайте мы встанем 15 стих Иоанна 17 главы не молю тебя чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их от зла они не от мира как я не от мира а святи их истина Твоей Слово Твое есть истина пусть Его Слово будет путеводителем всей нашей жизни не наше Слово не наше мнение не мнение этого общества не желание людей которые любят нас а Его Слово пусть станет той истиной которая будет направлять нас в каждом шаге нашей жизни если мы согласимся это делать мы переживаем великие Божьи благословения с некоторыми из вас Господь сегодня поговорит в молитве с кем-то из вас ночью с кем-то из вас когда будете возвращаться домой с кем-то из вас когда будет 21-дневный пост мое вам пожелание поговорите с Богом о своем будущем и доверьте Ему свое настоящее будущее до конца и пусть у каждого из вас будет своя лестница Якова которая приведет тебя к нему пережить великую Божью благодать и помните если мы проходим через сокрушение у Бога есть причины это допустить в нашей жизни даже если весь ад восстанет против нас Бог с нами что сделает нам кто-то Аминь Отец с места мы приходим Господь к тебе мы посвящаем свои жизни Господь тебе мы открываем себя Господь для того чтобы ты Боже прикоснулся к нам я молюсь за каждого кто нуждается в откровении Господь о тебе я молюсь Господь за тех кто терпит кораблекрушение своей веры я молюсь за тех кто ожидает от тебя Господь Боже посети их посети свои силы посети свои славы посети свое могущество Боже я молюсь чтобы ты укрепил вере Господь каждого во имя Иисуса Христа мы уповаем на тебя и мы славим тебя потому что ты достоин наш Бог Отец Сын и Святой Дух и весь срок Божий скажет Аминь Иисуса Христа на небеса но а а а и а а а а а а а Аллилуйя! 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 Отче наш, Отче наш, Сучий на небесах! Аллилуйя! Да святится и Твое, Выше небо и земле! Да придет в Царствие Твое, Да будет воля Твоя, На земле, как на небе! Аллилуйя! 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 Аллилуйя, 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 Выше хвала Тебе, Аллилуйя, Выше х保عت о Добой народ Божий, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok